Пресс-конференция началась с предыстории создания предприятия. Михаил Панов рассказал о том, как в 2010 году ему предложили построить завод по производству труб из полиэтилена на территории Абхазии. Спустя некоторое время, а именно в 2016 году, на СПС «Кавказ» в селе Лыхны производство было запущено. Спустя какое-то время между Михаилом Пановым и Саидом Лакоба возник спор в рамках гражданско-правовых отношений, предметом которого явились неисполнение обязательств последнего перед государственными заказчиками в силу отсутствия деятельности СПС «Кавказ». За разрешением ситуации Михаил Панов обращался в правоохранительные органы Абхазии и России. В Генеральную прокуратуру Абхазии он написал заявление о воспрепятствии хозяйственной деятельности и угрозах физической расправы со стороны граждан Абхазии Саида Лакоба, руководителя дилерской фирмы, пригласившего в Абхазию Михаила Панова и Романа Герия до недавнего времени являвшегося исполнительным директором завода. Но тогда, по итогам прокурорской проверки, Михаилу Панову было отказано в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях граждан Саида Лакоба и Романа Герия состава преступления. Ну какая может быть проверка, если вы высушились только одной из сторон? А с российской стороны вы ни с кем не обсудили. Ну какая может быть проверка? Пришли, посмотрели. То есть прокуратура с вами не встречалась? Нет. Я был у вашего следователя и пытался донести, он мне вынес постановление. Я написал в прокуратуру генеральную, пожалуйста, еще раз. Я протестовываю это решение следователя. Я получил официальную бумагу, что теперь они аннулировали прежние материалы следствия и по этому поводу будет назначено новое следование. Генеральный директор фирмы Никита 2015 Саид Лакоба отметил, что весь бизнес изначально строился на доверительных отношениях. Вся документация и все, что сопутствовало строительству предприятия, было сделано абхазской стороной, а именно Саидом Лакоба и Романом Герия. Со слов Романа Герия, после того, как все документы были переоформлены, на Михаила Панова условия сотрудничества стали меняться. Дело дошло до расторжения договора с дилерской компанией. После того, как я заявление сдал, Михаил Михайлович мне говорит, ну спират в такой мягкой форме, давай без дилера работать. Для меня, честно говоря, был... То же производство было запущено? Да, производство было запущено, документы на него вот все оформлено. Я говорю, Михаил Михайлович, вы что говорите, ну это тупиковый путь, говорю. Производство не будет нормально, это будет конфликтная ситуация. Он, значит, увольняет бывшего директора. Я не знаю по какой причине делает, да самое, в менюсте, вместе с ним идем, переоформляем все документы в течение дня на него, все вот это делаем, и он уезжает. Несколько недель назад в интернете появилось интервью Михаила Панова, в котором он обвиняет Романа Герия и Саидолакоба в попытке вооруженного захвата предприятия. На вопрос, был ли на самом деле вооруженный захват, Панов ответил. Что касаясь вооруженного захвата, в официальных документах, когда обращались мы и сотрудники, пострадавшие в ходе вот этих всех разбирательств, нигде вопрос о вооруженном захвате не стоял. Я не видел оружия, им передо мной его не заявляли. Это было внесено мной в мой комментарий, для того, чтобы этому придать большую публичность, для того, чтобы вы все обратили внимание на это. Роман Герия даже после увольнения не оставил предприятие, так как, по его словам, чувствовал ответственность перед заказчиками. Помимо этого, он наладил еще одну линию производства, благодаря чему сотрудникам подняли заработную плату, которую им обещал выплачивать Панов. Вот почему поведение Михаила Панова многим непонятно. 20 тонн сырья пришло, 20 тонн готовой продукции мы выдавали. Все остальные, если не получилось, брак получился, это мои проблемы. Я платил деньги, я исполнительный директор, я за все отвечал. За имущество, за безопасность, за людей, за кого я набрал, кого я привел. За все отвечал я, за обучение людей. Все, я нес ответственность, все мы на блюдечке вот так ему преподнесли. Но когда он мне такое сказал, я говорю, Михаил Михайлович, эти люди, говорю, пять лет, это сам шестой год с нами работает. За это время единственное предприятие, где не украли ни литр солярки, ни литр бензина, ни молоток, ни один инструмент не пропал у нас. За что я должен их выгонять? Я говорю, знаете что вы, в конце концов, вы генеральный директор, пригласите двоих, кого вы считаете нужным, и скажите, что вы уволены. Он этого не сделал. На следующий день он пошел, банк закрыл на меня все договора, все счета, уволил меня, пришел и мне в лицо говорит, ты уволен. За что же уволен Роман Гиря? Зачем Михаил Панов требует увольнения всех местных сотрудников? Чем вызвано недоверие к нему? Почему Михаил Панов, призывая иностранных инвесторов не входить в Абхазию, все же хочет продолжить свой бизнес здесь, в нашей стране? На эти и многие другие вопросы журналисты так и не получили ответов на двухчасовой пресс-конференции. Со слов Михаила Панова, он не намерен вывозить бизнес, но при этом отметил, что если вопрос не будет решен в его пользу, то он готов продать предприятия государству, но с условием, что государство признает, что не в состоянии решить этот вопрос.